Территория опережающего развития Южной Якутии реализуется быстрее всех в графиках. Таким словами подытожил свой визит в Нерюнгре полномочный представитель президента страны на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Сегодня он побывал на горно-обогатительном комбинате Денисовский, который является одним из основных объектов ТОРа. Также вместе с руководителем региона Егором Борисовым они провели совещание по развитию ТОСР. Подробнее о материале Саргалана Захаровой. Территорию опережающего развития Южной Якутии создали в прошлом году. Сегодня в него входят пять резидентов, в том числе это основные горно-обогатительные комбинаты и Наглинский, и Денисовский. Здесь, на Денисовском комбинате, сегодня создают горно-обогатительный комплекс по табыче коксующегося угля и высококачественного концентрата кокса и нефтепродуктов. Сегодня все объекты строит частный партнер угольная компания «Колмар». Ее генеральный директор Сергей Цивилев во время осмотра производства с Юрием Трудневым и Егором Борисовым для сравнения привел в пример строительство угольных разрезов в советское время. Как он сказал, тогда их строили всем союзом. Рядом Якутий уголь с девятимиллионной фабрикой, на такие же сверхтрудно-обогатительные, строил весь Советский Союз. Шахта Распадская, меньший по размеру, строил весь Советский Союз. Мы строим один самим кризисом. Вот это 6-миллионная, там 12-миллионная, там 5-миллионная, там 40-миллионная. Об успешности реализации проектов ТОРОВ можно судить по соотношению вложенных государственных средств к частным инвестициям. На сегодня эти показатели в Южной Якутии, как отметил Полпред, лучшие на Дальнем Востоке. На один бюджетный рубль приходит более 50 рублей частных инвестиций. Но таких фактических показателей больше, честно говоря, нет. Выше показатель сегодня, таблицу мы смотрели, выше показатель у Свободного, у комплекса газохимического, газоперерабатывающего завода. Но только они еще начали строиться. Это проекты будущего. Это проект, который уже реализуется и сегодня по фактическим показателям, по мультипликатору, он лучший в территории обрежащего развития. На совещании, посвященном теме развития Южной Якутии, не обошли стороной и социальный аспект вопроса. Создание ТОРОВ в Нерюнгринском районе дало людям надежду на будущее. Если до прихода Колмара закрывались целые производства, а люди уезжали, то сегодня картина полностью изменилась. То, что связано с развитием территории обрежащего развития, именно в Южной Якутии снимает очень большую нагрузку, психологическую, моральную и так далее, связанные с проблемой моногородов. Мы считаем, что нерюнгринская проблема районная и городская, она сегодня с точки зрения занятости населения, развития будущего, уверенности в будущем у людей уже определенные понятия появились. Говоря о трудоустройстве, то, как рассказал руководитель компании Сергей Цивилев, за три года помимо существующих рабочих мест должны открыть еще порядка трех тысяч. Приоритетом в этом вопросе станет трудоустройство местных жителей и молодых специалистов. Для их привлечения сегодня ведут переподготовку кадров, создают современные рабочие места и необходимую инфраструктуру, которая будет гарантировать долгосрочные перспективы для специалистов. Саргалана Захарова, Евгений Лугинов, НВП Саха, Нерюнгринский район.